В Алдане выросли сугробы высотой в пару десятков сантиметров. Снегопад принес некоторые неудобства местным жителям в виде приостановления теплоснабжения. К тому же из-за налипания снега на провода в городе отключена электроэнергия. Энергоснабжение также прекратилось еще в трех населенных пунктах Алданского района. В данное время подачу электричества удалось восстановить в Верхнем Куранахе. На всех объектах жизнеобеспечения запущены резервные источники питания. Согласно данным Якутского управления гидрометеорологией, сегодня 29 сентября ожидается снегопад в Алданском и Неверинском районах Республики Саха-Якутия. В случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с колоредными явлениями, на сложенных участках федеральной автодороги Лена применяется тяжелая техника предприятий управления автодорог Лена. На федеральных автодорогах Лена продолжает работать три оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления в двух муниципальных районах, а также в готовности к убытию аромобильная группировка в составе 100 человек и 16 единиц техники. В данное время движение на федеральной автодороге Лены осуществляется без ограничения. Объекты топливного энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме. Главное управление МЧС России по республике Саха-Якутия рекомендует автовладельцам быть внимательны на автодорогах, двигаться со скоростью, которая обеспечивает безопасное движение, иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскоджения для обеспечения движения на подъемах и спусках, а также рекомендуем воздержаться от поездок в темное время суток. Продолжение следует...